5, 4, 3, 2, 1, поехали! Привет, ребята! Сегодня вы в гостях у творческого пространства. У нас здесь проходят различного рода музыкальные занятия. Мы учим играть на барабанах, на гитаре, занятия битбоксом, фортепиано, вокал. Выбирайте все, что вам нравится, все, что вам интересно. Сегодня мы проведем небольшой мастер-класс для вас, и вы сами все попробуете. За ударными Александр Мазуров битбокс исполняет Иван Корякин. Два музыканта, а смотрите, полноценная группа. Если для занятий вокалом или игры на фортепиано необходимо знание нот, то для ударных и битбокса не обязательно, поэтому с них и начнем. Смотри, у нас барабаны, в принципе, все элементарно. Вот бить вот сюда и вот сюда, правильно? Как бить? Берешь палочки. Как это берешь? Смотри, вот ты сейчас взял, кстати, правильно. То есть никогда не бери палочку вот так. Вот так вот, как будто ты дрова собираешься рубить. Нет, вот так, да. Отлично. Бьем, смотри, кончиком палочки. Попробуй. Ну-ка еще раз. Отлично. Начнем с того, что мы с тобой немножко свяжем твою ногу и твою руку. Играем. Ты же правша или левша? Правша. Правша. Смотри, мы сейчас почередуем. Один раз ногой, один раз рукой. То есть... Давай сам. Вот, да. То есть чуть-чуть, дружку-дружку повыше подними. Ага. Давай. Отлично. У тебя ровные дольки между каждой ноткой. Так что молодец. Занятия на барабанной установке учат координации тела, развивают чувство ритма и память, силу, скорость и ловкость. А еще они заставляют оба полушария мозга трудиться на полную, потому что это сложно орудовать двумя руками. Отдельно, вместе, отдельно, вместе, пробуй сам. Итак, раз, два, раз, два. Хорошо. Успокоить одну руку, вовремя вступить ногой, держать ритм. Проходит полчаса занятий, прежде чем у ребятишек начинает получаться. Но это большой прогресс. Теперь перейдем к битбоксу. Это те же барабаны, только без барабанов. Тебя как зовут? Говори. Попробуй сделай бочку. Бочка звучит так. Молодец. Молодец. Кстати, битбокс – отличное занятие на развитие четкой дикции. Оно разминает губы, щеки, язык, учит интонировать голосом. В общем, весь артикуляционный аппарат в действии. Это идет бит и голос. А вот эталонный битбокс от Лева Курдюкова. Он занимается всего несколько месяцев, но уже большой молодец и даже придумывает свою музыку. Смотрите, как он повторяет на слух и рождается импровизация. Битбокс. 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 Ну а теперь пора перейти к вокалу. Сначала разминка, а потом любимые хиты под микрофон. Ведь петь – это очень здорово. Это занятие всегда поднимает настроение. Главное – отбросить стеснение. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня рады приветствовать вас у нас в гостях в театральном центре «Чуди Кидс». Здесь мы с ребятами разных возрастов от 3 до 17 лет занимаемся театральным искусством. Мы учим ребятишек вести себя правильно на сцене, разговаривать красиво, актерскому мастерству. Также у нас есть уроки по искусству грима. Мы танцуем, мы поем и, собственно, весело живем в нашем творческом доме. И сегодня мы с вами попробуем проникнуться вот этим таким замечательным словом – театром. Многое, конечно, мы сегодня с вами не сделаем, но постараемся, чтобы наше занятие было познавательным, увлекательным и интересным для вас. Театр – волшебное место, где нарушаются законы реальности и происходят необычные события и поразительные перевоплощения. Вы знаете, возможно, все. Даже молодой может стать старым, а старый может стать заново молодым. Вот, поэтому даже можно сделать из худенького, толстого с помощью там всяких накладок. Требуемый для роли образ создается с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. Что входит в это понятие и какие тайны скрываются за изменениями внешности героев – это мы сегодня и узнаем. А пока хорошенько запомните лица ребятишек, ведь вы их скоро не узнаете. Профессиональный актер Дмитрий Александров будет их гримировать. Поэтому театральный грим, он должен быть намного ярче, то есть он должен быть намного выразительней. Можно с помощью грима сделать из веселого грустного, из грустного сделать унылого человека. Потому что люди, как правило, лицо настолько удивительное у человека, и у каждого человека есть свое выражение, повседневное выражение. В театре есть еще такой жанр, как «Пантомима». Мимы всем вам знакомы, то есть, соответственно, этот жанр подразумевает у актера белое лицо. Как правило, грим – настолько интересная вещь в театре. Человек обязательно будет потеть, если спектакль динамичный. Но вот именно через этот грим, получается, капельки пота, они просачиваются через пору, и он просто стекает именно пот. Но при этом грим остается на лице. Что самое выразительное на лице? Наверняка вы скажете, что глаза, но нет. В гриме «Неймар» – это брови. Именно они задают настроение всех оттенков. Ну, не знаю, такая хмурая, хмурая в гриме в «Пантомиме». То есть, можно немного поэкспериментировать, какие-то штучки подрисовать интересные. Ну, то есть, прям вот пофантазировать немного можно. Ножечку. Новые образы захватили ребятишек. Оказалось, что с другим лицом интереснее играть, рассматривать себя в зеркале, опускать и поднимать брови, кривить губы. А это и нужно актерам – шевелить лицом. Вам, людям, которые занимаются телевидением, особо, наверное, это важно, да, работать под своей мимикой. Сейчас мы говорим «Привет весело». А теперь грустно. Теперь пора сыграть сценки. Например, двух друзей, один из которых рад видеть другого, а второй не очень. Или, например, изобразить лимон. И потом берешь дольку и ешь его смачно. Или посетителя музея, который хочет отклупнуть кусочек краски с картины. Думает, да, она, видите, она думает, как бы, как бы, как бы. Боится, что вдруг ее заметят. Ну и, конечно, нужно обязательно показать телезрителя, который смотрит комедию и фильм ужасов. Если честно, мне очень понравилось сегодня с вами работать. Вы классные, потрясающие дети. У вас очень прям развито вот это чувство и актерское мастерство. Ну, с вами очень приятно и легко работать. Краевой театральный центр «Чуди Кидс» набирает ребятишек на летний интенсив «Я актер». Курс состоит из занятий актерским мастерством, сценической речью, ритмикой и сценическим движением. Итогом обучения станет мини-спектакль, где каждый ребенок выступит со своим текстом в своей роли.